Столько красивых, подтянутых и спортивных тел за раз можно увидеть или в тренажерном зале, или на соревнованиях по кроссфиту в Кимберлите. Простоять в планке 6 минут не проблема для молодых сотрудников Алроса. Для многих из них спорт – неотъемлемая часть жизни. На одном из конкурсов команды достигали финиша с гантелями и гирями в приседах. Колено обязательно должно коснуться пола, а вторая нога при подъеме выпрямляться ровно. Не всем удавалось выполнить упражнения правильно. Жюри оставались хладнокровными и начисляли штрафы. Однако это было не самое сложное задание. Второй этап, потому что там был челнок, там был больше упор на ноги, немножко ноги забились. Для меня был тяжелый первый комплекс, потому что он в принципе первый. Тяжело восстанавливалась дыхалка после бёрби, прыжки тяжело давались. Второй комплекс – там челночный бег. Лишний вес чуть-чуть мне мешает. Каждый год сотрудники КСК проводят для активной молодежи спортивный фестиваль. Сюда съезжаются участники со всего Мирненского района. А кроссфит – заключительный этап. До этого команды соревновались на заснеженной Алмазной долине. Летом ездили на турслет и проходили полосу препятствий в лесу. Испытания на воде тоже есть в бассейне «Кристалл». Мы готовимся, мы собираемся, проводим тренировки в различных номинациях. Допустим, это Алмаз-Дельфин, тренируемся в бассейне. Если это турслет, натягиваем трассу и тренируемся. Команда Алроса спецбурений не зря тренируется весь год. В Спартакеаде трудовой молодежи Алроса стали первыми. Поднять мотивацию! Мотивация должна быть всегда! Второе место досталось команде КСК, а третье место завоевали команда в ГРЭ. Участники говорят, побеждать не получилось бы без их руководителей. Они поддерживают команды, отпускают в рабочее время на тренировки, закупают форму и морально поддерживают подчиненных.